Ужесточение контроля на турецко-греческой границе, усиление борьбы с контрабандистами, а также обмен информацией о лицах, прибывающих в Европу, что стало особенно важно после недавних терактов в Париже. Таковы основные темы экстренного саммита ЕС-Турция, который пройдет сегодня в Брюсселе. На решение всех проблем Старый Свет готов выделить Анкаре 3 миллиарда евро. Но турки, а через их территорию проходит львиная доля беженцев, настаивают на большей сумме и даже требуют отменить визовый режим, что приблизит их к вступлению в Евросоюз. Впрочем, большинство в ЕС не торопится давать деньги, опасаясь, что они будут израсходованы не по назначению. О таких сомнениях пишет, в частности, британская пресса. Вы знаете хоть кого-то, кто верит, что Эрдоган выполнит свои обязательства? Задается вопросом высокопоставленный дипломат. Другой отмечает, ЕС оказался в ловушке. То, что ситуация крайне напряженная, иллюстрирует очередной инцидент на греческо-македонской границе. Протесты беженцев там вылились в ожесточенные столкновения с полицией. Македонцы, по примеру, Венгрии и Словении, начали возводить на границе стену из колючей проволоки. И сотни людей испугались, что их не пустят. Чтобы сдержать агрессивную толпу, силовики применили спецсредства, резиновые пули, слезодачевый газ и светошумовые гранаты. Усмирить протестующих удалось лишь с прибытием бронетехники. Пострадали два десятка беженцев. Также ранее не получили 18 полицейских. Что же касается стены, то власти Македонии уверяют, она необходима, чтобы упорядочить потоки мигрантов. И полностью закрывать границу не планируется. Продолжение следует...